так ну что ж всем привет всем нихао так что там по звуку по звуку все прекрасно наверное 20 секунд 18 я устал ждать случайно перезапустил таймер ну ладно вырежу потом на ютюбе все это дело поэтому ну что ж начинаем сегодня 5 5 серию программирования забыл уже где я программирую чая делаю но сейчас будем вспоминать короче вот такс потише еще музыку переходим в нашу замечательную книжку так все показывает вроде надеюсь буду вовремя переключать вкладки книжечка у нас анатолия постолита python джонга и пайчарн для начинающих на прошлом стриме мы получается остановились сейчас скажу мы перешли к шаблонам мы перешли к шаблонам но если посмотреть предыдущий стрим если посмотреть предыдущий стрим у нас мы разбирали получается отправка пользователю статусных кодов и там я не учел одну очень интересную деталь она ко мне пришла после после стрима статусные коды мы показывали сейчас я вот вот эти статусные коды все мы писали вот такие так это да в пакете джанга ряд классов которые позволяют отправлять пользователю определенный статусный код мы прописали функцию вот не помню какую м 400 м 400 до б 3 квест у меня было там б 3 квест мой бой выводилась на экран но мы сейчас это сделаем вот я прописывал эту функцию и показывал что она типа работает но по факту было непонятно что это страница именно ошибки сейчас я объясню что я имею ввиду вот эта функция эта страница именно ошибки они просто функция которую мы написали и сейчас все наглядно продемонстрирую как она работает чтобы ну новичок действительно понимал что это именно страница ошибки они страницу просто страница с выводом какой-то информации в заголовке h1 сейчас я переключаюсь на пичарм неделю пропустил стримов поэтому это очень печалит меня дело в том что я маленько отвык от стрима прям не маленько конкретно получается вот мы мы брали вот эту функцию прописывали да и возвращали bad request сейчас я зайду в папку с проектом я сейчас нахожусь получается папки в 1 как он мне здесь показывает вот сейчас я перейду в папку hello нет стоп hello и запущу сервер честно уже забыл как его запустить dotnet это не а python manage run сервер да буквально прошла неделя я уже забыл все команды я себя могу поздравить не делайте так это очень печально сейчас я запускаю сервер все сервер запустил чудесный копипастим его аузер сейчас я браузер тора выведу на экран сейчас секунду я сейчас скопипастил вот запустили мы наш сервер получается по адресу сейчас приду по по вот этому адресу вот и он нам выдает индекс а индекс это у нас функция написанная ну под названием индекс теперь я захожу на страницу ошибки так сейчас я да я функции индекс получается сейчас я зайду на страницу ошибки м-400 по моему что я запамятовал если честно нет неправильно это жестко 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 не понял так я не понял здесь у нас индекс так урлы и сейчас приходим в урлы обед меня пута прописан как бед сейчас я покажу вот такой путь привет всем написан да такое ощущение что мы просто взяли заголовок h1 точнее прописали функцию обычную до которую мы прописывали для индекса для того же самого сейчас я покажу его на в пайчарме сейчас такое ощущение что мы написали функцию индекс вернули ответ и он нам вывел индекс на главную страницу но на самом деле у нас страница индекс и страница м-400 но с ошибкой они абсолютно разные хотя в принципе можно я могу сюда написать как сказать сейчас я блин как же объяснить то попроще сейчас я вот так вот сделаю я просто страницу ошибки и главную страницу сделаю так и мы посмотрим разницу между этими двумя страницами так сейв теперь переходим обратно в сюда так страница индекс да вот она так все там работает все работает вроде вот страницы индекс главная страница 127.0 точка ноль точка один восьмитысячный порт это не страница ошибки если проинспектировать его так посмотреть код о нет 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 что-то я затупил посмотреть код поменьше 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 это убрать надо лишнее мы переходим во вкладку network и обновляем заново страницу чик он нам показывает сейчас я посмотрю чтоб на стриме это было все хорошо видно с помощью control и колесико мы увеличиваем это все дело так все видно после обновления главной страницы вот этой у нас показывается здесь статус страница статус 200 теперь если я перейду на страницу в путь моей ошибки бет здесь уже будет статус 400 еще раз получается если мы используем классы из джанга и штите пи там как-то называется он который ну которые могут обрабатывать вот как раз таки статусные коды если у нас допустим вылетает такая ошибка мы можем здесь написать что там бет реквест вот а если статус 200 сейчас будет оп статус 200 все хотя по факту ну что там написанный индекс что там индекс можно запутаться если не смотреть во вкладку нетворка и ну как бы что здесь индекс что я здесь напишу индекс сейчас просто у меня здесь прописано индекс бет чтоб ну не запутаться хотя по факту можно было тоже индекс написать и не понимать где здесь нормальная страница где ошибочно так сейчас я вернусь в код короче это все в прошлом стриме у меня ну в конце я разбирал вот эти статусные коды и вот там я не учел вот этот момент хотя момент очень важный потому что можно тупо спутаться что здесь у меня индекс написан да и только здесь просто http response выдает индекс на главной странице а а здесь уже обработка именно плохого запроса вот чем дело вот это надо удалить хотя две функции практически ну практически одинаковые за исключением что вот эта функция обрабатывает а как сказать ошибку на странице а вот эта функция обрабатывает просто у меня главную страницу короче я надеюсь что я смог понятно объяснить надо посмотреть просто предыдущую предыдущий мой стрим в конце там я как раз таки перешел к обработке вот этих состояний там будет более понятно я надеюсь вот и дальше мы смотрим так 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 дальше мы смотрим получается да это применение статусных кодов ну просто обработка допустим у страницы не загрузилась вы просто обрабатываете ее если у вас там ошибка на странице вы здесь пишите ошибка на странице и так далее вот и краткие итоги в прошлой главе что мы делали на прошлом стриме в этой главе были представлены сведения о ключевых элементах джанга представлениях и маршрутизации запросов пользователей ответы на поступившие от пользователей запросы возвращается ему в виде html страниц в свою очередь эти страницы формируются на основе шаблонов созданию и использованию шаблонов посвящена следующая глава вот ответы поступившие поступившие от пользователей точнее ответы на поступившие от пользователей запросы возвращается ему вот нам как раз таки вот эта обработка и нужно чтобы отправить пользователю там если мало ли ошибка чтобы отправить пользователю страницу с ошибкой и как-то обработать ее написать там ошибка на странице и так далее короче я сам запутался уже по ходу пьесы. Я понимаю, как это работает, но я хочу досконально прям объяснить, если новички будут смотреть сначала причем, или как-то изучать эту книгу, чтобы они сразу понимали, что вот такая функция возвращает именно ошибку. Ну, ошибочные кадры. Так, ладно. Пора перейти в шаблоны. Что-то никого нет, на трансляции вообще. Походу, надо лучше вести с днем, а не вечером. Вечером уже никого нет. Ладно. Так, шаблоны. Отображение данных на сайте Django осуществляет... А, отображение данных на сайте Django осуществляет с помощью шаблонов и встроенных в шаблоны тегов. Шаблоны представляют собой HTML-страницы. Угу. Дело в том, что на страницах HTML нельзя прямую размещать код Python, поскольку браузеры его не воспринимают. Они понимают только HTML. Мы также знаем, что страницы HTML по своей сути статичны, в то время как Python позволяет вносить в программы динамические изменения. Так вот, теги шаблонов Django позволяют вставлять результаты работы программы на Python в HTML-странице, что дает нам возможность создавать динамические веб-сайты быстрее и проще. Ну, и из этой главы мы узнаем, что такое шаблоны и для чего они нужны, как использовать функцию render и класс template-response для загрузки шаблонов, как передать в шаблоны простые и сложные данные, что такое статические файлы CSS и как использовать статические файлы в приложениях на Django, как можно изменить конфигурацию шаблонов HTML-страниц, как можно расширить шаблоны HTML-страниц на основе базового шаблона, как можно использовать специальные теги в шаблонах HTML-страниц. Много, большая такая глава, немаленькая. Очень немаленькая глава. Ну, что ж, создание и использование шаблонов. Шаблоны templates отвечают за формирование внешнего вида приложения. Они представляют специальный синтаксис, который позволяет внедрять данные в код HTML. HTML, HTML, не знаю, без разницы. В предыдущих главах мы создали и доработали проект Hello. Да, здесь мы как бы берем типа один проект, и его потихоньку пишем. Да, с приложением FirstUp. Теперь добавим в проект шаблоны. Для этого определим в корневой папке проекта новый каталог с именем templates. Вообще-то имя папки с шаблонами может быть любым, но, как правило, для лучшего восприятия структуры проекта этой папке все же лучше присвоить значение имя templates. Ну, так-то да. Как бы да. Так, теперь, что у нас тут? Hello. Это первый Hello, получается. Понятно. Так, сделаем. для этого определим в корневой папке проекта новый каталог с именем templates. Хорошо, сейчас я так и сделаю. Переходим сюда и потом в... так... Hello... да. Это корневая папка директория templates. Ну, вроде правильно. Вроде как да. Вроде четко все. и потом... И потом... Потом, получается, мы... Теперь нам надо указать, что этот каталог будет использовать и использоваться в качестве хранилища шаблонов. Для этого откроем файл settings.py. В этом файле настройка шаблонов производится с помощью переменной templates. Хорошо. И что мы его открыли? Сейчас переключу на книгу что-то это... чтобы видно было. Так. Да, теперь нам надо указать, что этот каталог будет использоваться в качестве хранилища шаблонов. Для этого откроем файл settings.py. В этом файле настройка шаблонов производится с помощью переменной templates. Ага. А, dirs это, видимо, вот эта тема. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Так, здесь параметр dirs задает набор каталогов, которые хранят шаблоны. Но по умолчанию он пуст. Изменим этот фрагмент кода следующим образом. Template dir. Так, хорошо. Сейчас я тоже внесение изменения там произведу. Так. settings. Вот dirs. Template тире dir. не подчеркиваем, точнее. Запятая. Так, стоп. Что за ошибка? Как обычно какие-то ошибки. не понял. Ну, как бы у меня все правильно должно быть написано, не? В чем ошибка? Не понял. Не понял я чутка. Так, settings. А! Вот он. Он получается здесь еще создает templates dirs сначала. О, так. Сейчас я пропишу и мы все это увидим. с путь join типа добавляет путь как я понимаю бсдир да templates ну это я таким образом походу добавил нашу папку вот эту где она да вот я таким путем вот этим добавил нам нашу папку интересно ну ладно главное что это должно работать так на что ты ругаешься опять реформат файл ну-ка и что а понял так надо сохранить сохранить сохранили переходим обратно в книжку смотрим что он там дальше нам предлагает ну да мы это добавили все да все добавили все четко теперь создадим в папке templates новый файл index.html для этого в окне программной оболочки понятно это все index.html понятно сейчас мы его создадим сейчас мы его и создадим переключаюсь обратно переключился переключился так templates новый файл html файл index обычный html файл короче мне уже не выговорить все дело начинающим тяжело да тяжко тяжко учить программирование действительно тяжелая вещь особенно когда-то типа в прямом эфире короче так ну что я создал файл что нам в нем надо написать нам надо в title написать привет джанго окей вы на главной странице сейчас сейчас я напишу title привет джанго и в баде нам надо написать два заголовка h1 h1 и h2 в h1 мы пишем вы на главной странице вы так надо как-то поудобнее что-то клавиатуру не вижу вы на главной странице а здесь мы уже указываем путь к шаблону по-моему templates index html стоп templates index html ну окей save опять я забыл сделать чтобы не подчеркивались русские символы так ну мы это сделали в html дальше по сути это обычная веб страница содержащая код html теперь используем эту страницу для отправки ответа пользователю для этого перейдем в приложение first up к файлу views.py который определяет функции для обработки запроса пользователя и изменим этот файл хорошо сейчас я сделаю то же самое я пойду во views.py сюда и изменю функцию индекс вот эту которая как раз здесь подсвечена так рендер у нас импортирован вот эта тема надо ее импортировать чтобы использовать вот так вот рендер вот это удаляем реквест запятая индекс html так все я правильно написал нет индекс html надо в кавычке обязательно это же окей ну все вроде написал дальше ну что мы здесь сделали первым шагом мы из модуля джанго short cuts кстати он есть у меня модуль да вот short cuts short cuts импортировали сейчас импортировали функцию render представление вторым шагом изменили функцию индекс реквест теперь функция индекс вызывает функцию render который передаются который передается объект запроса пользователя реквест и файл шаблона который находится в папке templates эти изменения сделаны в пайчарм представлены на рисунке ну понятно мы их сейчас на рисунке не будем смотреть мы их посмотрим именно в моей программе что я здесь написал вот нам теперь надо зайти в файл urls и сравнить путь а путь у нас главной страницы вот views.index нам в принципе так и надо его оставить в принципе да заходим на сервер опять-таки и смотрим что у нас там написано сейчас я перезагружу страницу и выйду с функции бат отлично отлично у нас здесь ошибка вопрос почему интересно очень интересная ошибка значит где-то я допустил ошибку рендер потеряно два позиционных аргумента request и template name функции render хорошо сейчас я перепроверю а понятно я случайно сейчас покажу что я случайно сделал неправильно что-то я затупил да я вот видите да мне надо было сюда это закинуть а я закинул это сюда он потерял эти два аргумента request и template он потерял request и имя шаблона теперь два аргумента вставлены имя шаблона и этот request так заново смотрим что там будет переходим обратно обновляем да вы на главной странице шаблон у нас сработал который мы прописали он теперь работает и это прекрасно смотрим дальше это мы создали свой первый шаблон он пока пустой но это нормально теперь мы можем вносить в этот шаблон изменения менять его дизайн вставлять в него данные и возвращать пользователю динамически генерируемые веб страницы так однако в проекте джанго сейчас я перекину на книжку однако в проекте джанго нередко бывает несколько приложений и каждое из этих приложений может иметь свой набор шаблонов чтобы разграничить шаблоны для отдельных проектов можно создавать для шаблонов каждого приложения отдельный каталог например в нашем случае у нас одно приложение first up создадим для него в папке темплейтс каталог first up по имени приложения и в этом каталоге определим файл home.html хорошо давайте создадим в темплейте как здесь да показано рисунки еще first up и для него создадим home.html погнали ничего сложного в этом нет просто повторяем действие которое описано в книге и проверяем работает ли это и вообще чему мы научимся в конце этой главы рекомендую это видео кто будет смотреть смотреть с книжкой потому что я могу упустить некоторые моменты и это будет печально потому что люди тогда не поймут вообще что мы делаем зачем мы это делаем так в каталоге темплейтс правая кнопка мыши мы создаем директорию которую назовем first up по имени нашего приложения first up вот наше приложение first up вот оно папка first up вот и в темплейте мы создаем для этого приложения шаблоны и в этом first up мы делаем html home все home готов в принципе все нормально мы сделали как нам как нас просит автор идем дальше дальше мы создали этот шаблон first up все замечательно внесем в содержание файла home.html следующие изменения ну здесь title привет джанго потом h1 домашняя страница джанго и в темплейтс мы просто прописываем маленько другой путь до этого у нас был темплейтс индекс а теперь у нас темплейтс first up home.html сейчас мы это все сделаем и пропишем по факту новый путь сейчас сейчас я все пошагово сделаю поехали переключаемся на пай чарм и делаем как сказал автор title да господи так в баде мы пишем h1 h2 это видимо чисто мы делаем практически по идее то же самое что делали до этого копипастим так и здесь прописываем новый путь темплейтс 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 first up и home dot вот вот мы прописали получается вот этот путь взяли темплейтс тире first up не тире а этот слэш first up и слэш home html вот теперь нам вот для этого вот для этого на этот путь надо в urls нет не urls так это надо закрыть в use нам надо функции изменить путь вот здесь вот здесь путь у нас будет теперь поиначе маленько у нас здесь путь будет first up home .html все прописали теперь по идее у нас как бы блин нам будет то же самое не знаю зачем автор так сделал но наверное так надо сейчас проверим как это все работает запускаем наш сервер как обычно да он уже запущен в принципе потом домашняя страница нам сейчас будет выдавать маленько иные данные которые мы только что прописали вот эти видео не надо смотреть просто так надо такие вещи да вот я обновил и у меня он выдал как раз таки новый шаблон который мы только что создали ну здесь все просто здесь было то же самое просто мы добавили как бы еще одну папку именно для нашего приложения а не просто как бы для каждого приложения создается свой своя папка для шаблон для хранения шаблонов этого приложения ну окей как автор сказал так мы и сделали так стоит отметить что теперь в пути к шаблону страницы показывается и папка в которой он находится а кстати да кстати да теперь показывается и папка в которой он находится окей гениально просто отлично хорошо поехали дальше что предложит нам автор ну вот мы перешли в браузер все у нас работает точно так же абсолютно не знаю пока не понял в чем разница ну ладно так теперь класс template response в предыдущем разделе для загрузки вызова шаблона применялась функция render окей что является наиболее распространенным вариантом однако мы также можем использовать класс template response ага мы просто возьмем класс шаблонный ответ response это у нас ответ а request это запрос что-то с английским проблем надо запомнить я вот сколько не занимаюсь этим request response все забываю что такое request что такое response ну я говорю я начинающий никакой там не супер профессионал я просто занимаюсь программированием в прямом эфире но сегодня кстати никого нету к сожалению на вечернем моем стриме поэтому это очень печально иногда здесь ребята подсказывают очень хорошие вещи ладно буду иметь ввиду что вечером программирования никому не надо мы сейчас будем использовать заместо рендера заместо функции render будем использовать класс функция index request при использовании класса template response будет выглядеть следующим образом мы импортировали из jango template .response template response класс и переписали функцию index и сейчас я то же самое сделаю просто заместо функции render которая была здесь я напишу template response ну и импортирую соответственно поехали сделаем то же самое это не проблема это очень просто делается так здесь мы импортируем сначала из джанго так из джанго from джанго точка стоп из джанго template да template точка нет ну да по-моему сейчас проверю что я сам это response да template response все же просто все же написано все мы импортировали вот этот класс который мы сейчас будем использовать за место функции render и просто пишем template response вот так вот и она у нас будет работать абсолютно точно так же абсолютно точно так же здесь правда ругается пеп она должна работать идентично но сейчас мы проверим да результат работы приложения с использованием класса template response будет таким же как и при использовании функции render ну вопрос жалко чата нету но вопрос к тому что что использовать мне на практике что мне лучше выбрать функцию render или все-таки класс template response вот чем вопрос ответить некому к сожалению если можете напишите в комментариях на ютюбе это будет прекрасно просто это разные способы передачи ну данных или как как это что это вообще зачем я как новичок не понимаю что мне использовать template response или render render использовать проще наверное а может быть и не проще что что одно надо подключать что другое что другое ну ладно поехали дальше итак мы научились создавать шаблоны сейчас я переключу на книжку итак мы научились создавать шаблоны html страниц и возвращать их в виде ответов пользователю на их запросы но в приводимых примерах мы по сути возвращали пустые страницы что конечному пользователю не совсем интересно он ожидает получить в ответ какую-то полезную информацию то есть в приложении должно уметь заполнить шаблон страницы теми данными которые запросил пользователь решение этой задачи будет посвящен следующий раздел передача данных в шаблоны одним из преимуществ шаблонов является то что мы можем передать в них пользователю различные данные которые будут динамически подгружены из базы данных через представление view для вывода данных в шаблоне могут использоваться различные способы так вывод самых простых данных может осуществляться с помощью двойной пары фигурных скобок прикольно вернемся к нашему проекту hello содержащему приложение first up добавим в папку templates first up еще один шаблон страниц хорошо сейчас добавим и сделаем так как показано нам в листинге 5.9 погнали сначала мы получается переходим в first up и создаем новый html файл который будет называться индекс нижнее подчеркивание up 1 замечательно сюда я в title напишу вот так вот и создадим заголовок h1 и параграф здесь как раз используем уже фигурные скобки как нам автор сказал это у нас будет хедер какой-то сейчас поймем почему это хедер а в параграфе у нас будет месседж по-моему видимо мы их сейчас где-то должны прописать чтобы использовать чтобы данные потом вывести в параграф ну как бы сейчас посмотрим короче что это за зверь такой так мы все сделали как можно видеть мы ввели здесь две новые переменные хедер и месседж а это переменные ничего эти переменные и будут получать значение из представления а вот вот оно что чтобы из функции представления передать данные в шаблон применяется еще один третий параметр функции рендер который называется контекст и сейчас мы в качестве примера изменим файле views точка пай функцию дев индекс следующим образом я сейчас это все пропишу и мы посмотрим откуда же будет передаваться месседж и откуда будет передаваться хедер сюда так функции сейчас я посмотрю в views мы изменим функцию индекс сейчас я ее изменю так возврат здесь не template response а уже рендер почему-то у автора ну ладно рендер да ну они в принципе одинаковые так дальше он пишет что а он создает переменную здесь дата так стоп 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 он создает здесь переменную дата присваивает ей а не это не переменная слушай это не переменная сейчас это словарь это словарь это у нас словарь по ним сейчас я пишу так вот так теперь создаем месседж интересно это уже интересней запятая месседж так в месседжи у нас загружен шаблон понятным и здесь прописываем путь шаблона template так попробую копипастить но копипастинг иногда вызывает жестокие ошибки с pdf формата поэтому так лучше наверное не делать я делаю это чисто для ускорения процесса об об 1 здесь кстати у меня так вот подожди а чё ты мне подсвечиваешь стоп подожди надо это все перепроверить а нам надо вернуть этот я понял нам надо еще один нам надо вот этот return убрать отсюда точнее не убрать а за камень тип и поставить новый ретюрн до рендер вот первый параметр так второй ферст ферст об индекс и чтение эль а и контекст как раз таки третий параметр про которым мы сейчас читали контекст вы это он чтобы из функции представления передать данные в шаблон применяется параметр контекст который мы сейчас как раз таки прописали и сейчас мы посмотрим как это все работает в нашем шаблоне мы использовали две переменные header и message соответственно словарь data который передается в функцию render через параметр контекст содержит два значения с ключами header и message это получается ключ а это значение окей понятно но этим ключам мы присвоили значение до в результате внесенных изменений при обращении корню в приложении мы увидим в браузере следующую страницу здесь как бы нам не надо менять больше ничего мы поменяли только функцию индекс вот эту создали словарь дата закинули в нее ключом хиттер ну создали как он пишет две переменные вот но я даже не знаю на самом деле это переменные называется или как-то по-другому я знаю что дата как бы допустим других языках программирования это по моему в джаваскрипте это был бы объект с ключом и значением ключ значения а здесь словарь получается ну ладно не будем загоняться просто делаем как автор сказал и смотрим чего у нас получается по на выходе на домашнюю страницу об непонятно домашней странице джанго у нас передача данных в шаблон джанго при обновлении страницы да то что мы в принципе сейчас и прописали пока для меня как для новичка это не несет никакой пользы я просто повторяю да понимаю как это все работает в принципе ничего сложного вот но пока как применить это на в реальном допустим сайте я пока не понял поэтому мы идем дальше все ссылки книжки я оставлю в описании где ее можно купить там и так далее вот и в принципе по ней учиться мы это посмотрели и у нас все работает в принципе вот тоже самое было мы просто функцию изменили и так далее и тому подобное в принципе ничего сложного использовали третий параметр функции render теперь у нас идет передача в шаблон сложных данных сложные данные это какие сейчас узнаем в предыдущем разделе мы встроили в шаблон простые текстовые данные рассмотрим теперь передачу пользователю через шаблон более сложных данных для этого изменим функцию индекс в представлении следующим образом ну здесь в принципе обычная переменная создается ей присваивается перед персональные данные потом массив кстати создается массив языков потом создается словарь с ключом name и значением максим и с ключом age со значением 30 потом кортеж кстати кортеж я не знаю он здесь не проходил это все я тоже в принципе не догоняю что это за кортеж потому что в книжке про кортежи по моему и словари вообще ничего сказанного не было это очень интересно очень интересно почему в книжке вначале не было сказано про кортежи и словари ну ладно ничего страшного как они вообще объявляются и что что такое ключ а что такое значение удивить удивительно и создаем это также словарь у нас идет header header ключ значения ключ значения ключ значения ключ значения а и мы это все выводим получается в этом словаре создаем вот эти переменные и потом их выводим и контекст у нас data он нам показывает это все в принципе то же самое по факту то же самое мы прописываем и выводим как я понял на страницу только здесь сейчас я посмотрю что там дальше только здесь уже все маленько по-другому интересно очень интересно так я думаю что на передаче сложных данных я завтра наверно пройду это потому что в чате народу нету и как бы один я не могу здесь сидеть разбирать программирование без чата поэтому на завтра мы будем передавать в шаблон сложные данные все ссылки будут в описании подписывайтесь на telegram там будет последней новости все по стримом по времени стримов и так далее и тому подобное к сожалению сегодня в чате никого нету вечером поэтому я наверное буду проводить стримы стараться все-таки днем там народу больше и с чатом учить мне намного легче так что кто будет смотреть видео всем спасибо всем пока